Скандал на всю Украину. В Днепре спецназ «Корт» задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы нацполиции в Днепропетровской области генерал-майора Виталия Глуховеря. Сам инцидент произошел еще 12 сентября 2018 года, однако это тщательно скрывали от общественности. Имя Виталия Глуховеря широко известно в Днепре тем, что он попадал в различного рода скандалы. Кстати, его сын Александр возглавляет следственное управление Государственное бюро расследований, юрисдикция которого распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. Не все равно, куда вы едете. Давайте нормально общаться конструктивно, без слова «хрень» и тому подобное. Я не ругаюсь. Я притормозил. Притормозил? Это не остановка. Да, полная остановка. Нормально я притормозил, никого нет. И я поехал. А я что не стал? Представите, пожалуйста, водительское удостоверение. Мужчина, что вы сказали? Ничего я не нарушал. Мужчина, двигаться я вам запрещаю. На данный момент мне нужно установить, с кем я общаюсь. Ну, наши, на рынке. Так, все, давайте все. Так, мужчина. Я сказал все. Оставайтесь на месте, мужчина. Я на месте стою. Все. Какое все? Что вы делаете? Все. Сидите. Сидите команды. А что вы так все ведете? Я вам сказал. Все. Сидите команды. Если вы не хотите разговаривать с генералом. Какой команды? Я давал телефон генерала Гухавери. И что? Как вы себя ведете, мужчина? Я вам сказал. Все. Оперативный. Талона нет. Тут машина служебная. С путевкой. Должен был быть оперативный. Если бы вы мне показали оперативный талон, я вас даже не имел права. У меня талон же. Что-то не талон. У меня путевка. Субтрульник. Это главное управление. Смотрите. У вас есть 10-дейное обжалование в суде. Если вы считаете, что мои действия незаконные, пожалуйста, обращайтесь. Купи вы будете получать? Подождите. Я сейчас жду. Сейчас я не подъехал. Вот и не подъехал. Полиция. Полиция не двигаться. Не двигаться. К машине. Быстро. К машине. К машине. Тихо. Работает корпус. За спину руки тоже. Прямо смотри. Руки за спину. Руками не шевелись. Ребят. Пацаны, хуйней занимаетесь, блядь. Сами. Какой хуйней? Машина, блядь, трогенерал. Что, не знаю. Так если оперативного талона нету, ну, в чем проблема? В смысле, какая разница? Кто у вас главный экипажа? Ребят, я это просто так не оставлю. Я клянусь. Это личная репутация. Личная репутация в чем? Профессиональная репутация. Ну, у меня, как присутника, только что, грубо говоря, недозадержали. По поводу того, что я остановил человека и на общих основаниях, как у нас в законе написано, разглянув праву поведнушенную доводия. Ну, все. У меня... Ну, это больше негенераловая жалоба писать. Пускай открывают движение. Чего я это саду? Просто, знаете, есть такая, как служебная репутация, личная репутация. Когда тебя задерживают с автоматами люди, ни за какой хрен, то я считаю, что это полное нарушение. Вы глубоко ошибаетесь. Вы как-то вот так разочидаетесь сейчас, да? И мое личное мнение, что я до сих пор с вами разговариваю, пока не придет ваш командир, я не буду уверен, что вы сотрудники политики. Я могу вам предоставить удостоверение. Посмотрим. Показать? Посмотрим потом. Потом посмотрим. Потом посмотрим, Андрей. Вам 25 лет. Вы 25 лет, да, понимаете, определенная выдержка по этому условию. А вам какие-то назначения? Спасибо. Просто, знаете, когда ты служишь полиции, никогда не берешь невзятки, имеешь принципы, имеешь честность. И, в принципе, людей никогда в беде не бросал, а старался суммленно выполнять свои обовески. И когда ты заряженный автомобиль остановил, и тебя вот так вот, как бы слово подобрать такое, поимели, грубо говоря, то не сильно приятно. Чувствуешь себя, даже не знаю, как сказать, очень неприятно. Ну, а вам водитель объяснял? Как будто преступника. Путевку показывал? Удостоверение показывал? Путевку, это не оперативный талон. Удостоверение показывал? Показывал. Вам доводили до сведения у ваших руководителей транспорта, с какой-то номер 2? Договорили, ну а что это? Это дает основания, чтобы не задерживать. Мы же не выборочно штрафуем людей. Ага, Субтитры создавал DimaTorzok